МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых интересных событиях из мира кино. О самых кассовых и рейтинговых фильмах. О жизни звезд и режиссеров. Об этом и многом другом расскажем вам прямо сейчас. С вами Ирина Машегородцева. И Мария Арунич. И это программа Кинокайф. Мне нужен самолет, китель и второй пилот. И что ты на этот раз придумала? Я решила стать пилотом и управлять настоящим самолетом. Как ты будешь управлять самолетом? Ты с автомобилем не всегда справляешься. Там все просто. Сел, включил и полетел. Я уже готова к отправлению. Даже платье с самолетами сегодня надела. Никуда ты не полетишь. Ну чего опять началось-то? А-а-а, я поняла. Ты хочешь со мной? Ладно, уговорила. Поехали вместе со мной. Так и быть, дам тебе штурвалом покрутить. Во-первых, штурвалом не крутят. Во-вторых, из тебя уже никакого пилота не получится. Там учиться надо чуть ли не с малых лет, а тебе уже вот скоро кризис среднего возраста начнется. Ой, ну вот не надо. Я уже все давно выучила. И все правила знаю на зубок. Когда ты их успела выучить-то? Я каждый день по часу тренируюсь у Натальи Бордо и Алексея Чадова. Опять сериалов насмотрелось? Улетный экипаж? Да. Именно он навеял мне идею поступить в летное училище. В какое? Да в любое уже. Да в любое у тебя не получится. В большинство летных училищ девушек не берут. А я пойду в то, в которое взяли героиню улетного экипажа Полину Овечкину. Она там, кстати, даже стала лучшей ученицей. И рулить самолетом у нее очень даже хорошо получается. Рулить самолетом? Наверное, потому что это сериал, и самолет там не настоящий. Да кому это когда мешало? Вон в фильме «Экипаж пилотом тоже была женщина». И вообще, откуда такие сведения, что женщинам нельзя летать и управлять самолетом? Между прочим, слухи о том, что женщинам нельзя управлять автомобилями, а уж тем более самолетами пошли от мужчин. А они сами во всем виноваты, между прочим, мужчины. Дорогие дамы, мы всегда правы. Если вы решили поступать в летное училище, то никогда никого не слушайте и идите. Я так и делаю. Ох уж, это иран. Будем считать, что сейчас я фея крестная. Для всех недооцененных девушек я говорю, что смело следуйте за своими мечтами. Ты сейчас просто как фея из одного одноименного фильма, который выйдет в прокат, кстати, уже завтра. Что началось-то? Главный герой возвращается к себе домой после успешной помолвки, но по дороге происходит несчастный случай. Его машина сбивает старуху, которая умирает, несмотря на все попытки спасти ее. После этого в жизни парня начинают происходить странные события. Он встречает загадочную девушку, которая живет в одинокой хижине из-за деревней. Попытка разобраться в происходящем приводит к еще более непонятным последствиям. Следующая новинка этой недели – «Мстители. Война бесконечности». Пока «Мстители» и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса «Танос». Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть камней бесконечности – артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Все, с чем «Мстители» сталкивались ранее, вело к этому моменту. Судьба Земли никогда еще не была столь неопределенной. Также на экраны кинотеатров выходит триллер «Тело». Молодая девушка Кира сталкивается со странной болезнью. Ее кожа быстро стареет и начинает осыпаться. От этой заразы находится лечение. Кира может заменить собственную кожу чужой, но ей приходится выбирать – погибнуть самой или выжить, погубив кого-то другого. Жуткий последний трейлер. Где ты их только находишь? Одни какие-то страшилки. Страшилки – это будет девятая пила, которая, кстати, уже запущена в производство. О, нет. О, да. Киностудия, вдохновленная хорошими кассовыми сборной восьмой серии фильма, приступила к девятой части. Сценарий проекта подготовят Пит Голдфингер и Джордж Толберг, работавшие и над сценарием восьмого фильма. В то же время его постановщики Майлки Питер Спиринг в проект не вернутся. А поиск нового режиссера уже ведется. Пока неизвестно, будет ли очередной фильм из серии «Пила» прямым продолжением предыдущей части. Или же зрителям представят спин-офф, или вообще полную перезагрузку. «Пила-8» фактически окупилась уже в первые выходные. И в итоге собрала более 100 миллионов долларов, при весьма скромном производственном бюджете в 10 миллионов долларов. Режиссер первой части Джеймс Ван рассказывал в интервью, что большая часть смертельных ловушек, запечатленных в фильме, были частью ночных кошмаров, которые снились ему и сценаристу Леонову. И как эти люди вообще спят? На сегодня это все. Если вы любите кино так же сильно, как любим его мы, смотрите программу «Кинокайф». С вами была Мария Рунич и Ирина Вашегородцева. До встречи на канале «16». Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова